Поправки в Конституцию России остаются самой обсуждаемой темой. Основные дискуссии развернулись на площадке Общественной палаты страны. Она аккумулирует предложения, организовывает их обсуждения, взаимодействует с Общественными палатами регионов. Всего было собрано более 900 различных предложений. После тщательной проработки осталось 300 с лишним. Они были направлены в рабочую группу при президенте страны. 300 тоже много. Это неудивительно. Основной закон не менялся более 27 лет. И потребность в обновлении высокая. Что поддержали члены Общественной палаты? В первую очередь они поддержали предложение президента Российской Федерации о социальной поддержке граждан Российской Федерации. И считают, что не просто должна быть установлена минимальная заработная плата, выплаты всевозможные, которые у нас есть. Мы о них знаем, они обозначены в послании президента России. Но говорится о том, чтобы эти все социальные индексации проходили ежегодно. И чтобы мы думали и не ниже, чем на уровень инфляции Российской Федерации. Ну и естественно с учетом других экономических обстоятельств, которые связаны с нашими, с развитиями нашей экономики. Члены Общественной палаты поддержали вопрос о том, что связано с медицинским обслуживанием. Так и считают, что вот у нас же на территории Российской Федерации есть различные медицинские центры, есть федеральные центры, есть региональные центры. Они считают, что граждане, находясь на данной территории, все имеют, должны равные права на медицинское обслуживание, чтобы оно было качественным, это медицинское обслуживание, и чтобы граждане могли этим вопросом пользоваться. И тоже ряд предложений по этому вопросу. Важным предложением явилось, значит, и поддержали, о том, чтобы не только высшие чиновники Российской Федерации, я имею в виду глава государства, правительства, глава правительства, его заместители, члены Государственной Думы, Совет Федерации, другие должностные лица, не должны иметь двойного гражданства, но и также чиновники, которые руководят регионами Российской Федерации. Это законодательные собрания, это высшие должностные лица. Говорилось о том, что и не только они, и члены их семей. Голосование по поправкам в Конституцию России – очень значимое событие. Не менее ответственный период и подготовка к нему. Сформулировав изменения, рабочая группа передаст их в законодательные органы субъектов. Закон должна одобрить две трети региональных парламентов. После этого документ поступит в Совет Федерации и только потом будет вынесен на голосование. Дата намечена 22 апреля. В этот день по всей стране откроются все, без исключения, традиционные избирательные участки. То есть каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, в этот день может прийти с 8 утра до 20.00 на избирательный участок и проголосовать за, либо, может, против вынесения поправок. Но почему-то мне кажется, что голосов против будет намного меньше, чем голосов за. Потому что, на мой взгляд, ни одна из вносимых поправок не ухудшает жизнь людей. То есть некоторые поправки, которые прямо направлены на то, чтобы жизнь людей улучшить. Продолжение следует...